Авианосец «Анадулу» уже как несколько дней доступен для посетителей. Тысячи горожан часами ждут своей очереди для того, чтобы поближе ознакомиться с гордостью турецкого флота. «Анадулу» на сегодняшний день самый крупный корабль турецкого флота. Его длина составляет 231 метр, а ширина — 32 метра. Это первый авианосец в мире, на борт которого могут приземляться ударные беспилотные летательные аппараты. «Анадулу» может лучше контролировать территориальные воды страны, обеспечив более высокую эффективность работы беспилотников. Я получил огромное удовольствие, осмотрев авианосец. Это еще одно достижение Турции. Можно сказать, это новая дорога в мир. Надеюсь, что мы займем лидирующую позицию в этой области. У меня нет слов. Это просто восхитительно. Слава Богу, мы развиваемся стремительными темпами. Благодарю всех, кто приложил усилия в создании авианосца. Получилось очень красиво. Я растрогалась. Авианосец «Анадулу» может вместить во внутренний ангар 94 единицы техники, в том числе 13 танков, 27 БТР-амфибий и 6 БТР. На палубе можно разместить 10 вертолетов и 11 ударных беспилотников. Ангар же судна рассчитан еще на 19 вертолетов и 30 дронов. В первую очередь, мне бы хотелось поблагодарить руководству страны и тех, кто принимал участие в создании авианосца, за то, что они подарили нам еще один повод для гордости. Нас порадовали в преддверии праздника. Этот особенный авианосец может сыграть свою роль в будущем наших детей. Спасибо за столь важный труд. Больше всего порадовало то, что практически все здесь турецкое производство. Мы с семьей испытываем чувство гордости. Это настоящий шедевр. Как говорится, врагам на зло, а друзьям на радость. Дай Бог здоровья изобретателями этого шедевра. Наша Турция заслуживает еще больших успехов. Реализация проекта авианосца «Анадулу» стартовала 30 апреля 2016 года. Судно было спущено на воду в мае 2019, а с 10 апреля поступило на боевое дежурство. Ранее президент Турции Реджепто Ипердуган заявил о том, что данное судно обладает всеми возможностями для использования в военных и гуманитарных операциях в любой точке мира. Страна намерена построить совместно с Испанией и Великобританией второе подобное судно, которое будет в два раза больше своего предшественника. Субтитры создавал DimaTorzok